Воспоминания о свадебном пире, о празднике, которого оба, Алисия и Хорден, так ждали, ушли в прошлое. Медовый месяц молодые супруги провели в усадьбе Хордена, счастливом наслаждении друг другом и окружающей природой. Следующие два месяца Алисия пыталась привыкнуть к дому, в котором ей предстояло, возможно, прожить оставшуюся жизнь. Казалось, дом, обстановка в нем, представляли овеществленный характер мужа, суровый, лишенный романтики. Алисию с ее девичьими мечтами нежного белокурого ангела иногда пугали ледяной холод и сдержанность в проявлении чувств мужа. Ее любовь к Хордену была светла и возвышена, но спокойствие и уравновешенность супруга гасили в ней порывы безудержной нежности и страсти. Любовь Хордена к жене была глубокой, но его характер не позволял чувствам прорываться эмоциональными всплесками. Словно существа с разных планет, они три месяца с момента свадьбы пытались найти тут язык, который позволил бы настроить инструмент отношений на общую и самую органичную модель любви. И все бы получилось, если бы не дом, в котором они поселились. Именно дом внушал Алисии ужас. Мрамор отделки самого здания и патио вызывал впечатление заколдованного дворца, какого-то волшебного королевства, где все живое замерло по воле злого колдуна. От пустых белых стен внутри веяло ледяным холодом, вызывающим тревогу и страх. Любое движение, шаги, шорох, потрескивание огня в камине отдавались гулким эхом, которое останавливалось только в самых потаенных уголках комнат. До приезда сюда Алисии и Хордена, дом долгое время пустовал. Когда муж был рядом, Алисия оттаивала, стараясь не обращать внимания на безжизненную сущность дома. Когда Хорден уезжал, она словно засыпала в ожидании его возвращения. Старалась ни о чем не думать, чтобы не чувствовать страх. Поначалу ни Хорден, ни Алисия не заметили, как она похудела. Приближение весны ознаменовалось тем, что Алисия заболела гриппом. Легкая недомогание оказалась коварным. Осложнение надолго уложила женщину в постель. Только один раз она нашла в себе силы, опираясь на руку мужа, выйти в сад. Перед ней расстилался мир, от которого она была так далека. Внезапно Хорден почувствовал эту ее внутреннюю опустошенность. Он ласково погладил Алисию по голове, любя, жалея и страдая одновременно. В этот момент Алисия словно услышала треск подтаившего льда на озере. Она дала волю чувствам, страху, жалости, тоске. Алисия прижалась к груди мужа и заплакала. Она будто просила прощения за слабость, просила его защиты. Плач переходил в рыдание. Потом пришло успокоение. Казалось бы, такой всплеск эмоций должен был принести не только моральное успокоение, но и дать толчок к выздоровлению. Увы. На следующий день Алисия слегла окончательно. Утром она просто потеряла сознание. Доктор, который наблюдал всю семью Хордена не один год, осмотрел и не нашел каких-либо видимых причин недуга. Покой. Вот и все лекарства в таких случаях, сказал он. Прощаясь, доктор еще раз недоуменно пожал плечами. Не понимаю. Видимых причин нет. Будет хуже, вызывайте меня. Приглашу коллег для консилиума. И уехал. Следующим утром обморок продлился еще дольше. Трое докторов, вызванных Хорденом, обнаружили ярко выраженное малокровие. Причин для этого не было никаких, что ставило докторов в тупик. Лекарства, прописанные ими, не давали ей терять сознание. Но по всему было видно, женщина просто таяла на глазах. Жизненные силы уходили куда-то в пустоту. Отчаявшись, Хорден ходил из угла в угол, покидая любимую только на несколько минут по необходимости. Ковры на полу заглушали его шаги. И потому в доме царила гнетущая тишина. Хорден выходил в гостиную, возвращался в спальню, останавливался то в ногах Алисии, то подходил к голове и смотрел, смотрел. Но и его было больно видеть. Не лицо, а маска. Через два дня Алисию стали мучить галлюцинации. Это были призраки людей, животных, диковинных, огромных насекомых, которые приводили ее в состояние шока. Иногда Хорден видел, как расширенными от ужаса глазами жена смотрит в одну точку, боясь даже пошевелиться. Это было похоже на безумие, подкравшееся незаметно и ниоткуда. Однажды ночью Хорден проснулся от жуткого вопля Алисии, которая звала его, но стоило мужчине приблизиться к больной, она в ужасе отшатнулась, будто увидела монстра. Лицо Алисии исказило гримаса, словно оно было сведено судорогой. На коже выступили капли пота. «Алисия, родная, это я!» Хорден пытался успокоить жену, но она как будто не слышала его, а все вглядывалось в какую-то точку за его спиной. Только спустя полчаса она пришла в себя, виновата улыбнулась, но руку мужа не отпустила. Доктору, которого утром вызвал Хорден, Алисия сказала, что ее мучают видения. Чаще всего, как она утверждала, к ней приходит огромная горилла, становится на четыре конечности и смотрит на нее, не отрывая взгляда. Доктор констатировал странный факт. Кровотечения не было, а состояние женщина говорила о том, что кровь каким-то таинственным образом уходит из организма. Новый консилиум врачей ничего не дал. Те по-прежнему разводили в недоумении руками. Странный, очень странный случай, говорили они. А потом огласили приговор. Ничем помочь не можем. Кварденат бессилия сжал руки так, что побелели костяшки пальцев. Алисия медленно умирала. Вечерний бред сменялся затишьем после полуночи. Утром поражала смертельная бледность ее лица. Казалось, ночь пила ее кровь, чтобы наброситься на нее очередным вечером. Дневная слабость давила ее непомерной тяжестью так, что Алисия не могла даже повернуть голову. Она боялась даже прикосновений к своей руке. Из-за этого постели не могли перестелить. Вечерние чудовищные видения отнимали ее последние часы жизни. Ей казалось, что эти чудовища пытаются, цепляясь когтями, взобраться к ней на постель, а у нее не было сил, чтобы просить о помощи. Через два дня после консилиума она потеряла сознание. Еще два дня, не приходя в себя, бредила. По всему дому в течение недели светились люстры. Безмолвие дома нарушали только шаги Хордона и шелест мягкой обуви служанки. Алисия умерла. Служанка пришла убрать постель покойной хозяйки и с ужасом обнаружила на подушке капельки подсохшей крови. Она позвала Хордона, и тот наклонился, чтобы рассмотреть странные рыжеватые пятна. Они находились как раз в том месте, где лежала голова Алисии. Кажется, это следы от укусов, пробормотала испуганная женщина. Посмотри на свету. Хордон, погруженный в свои мысли и воспоминания, не придал значения словам служанки. Та взяла подушку и тут же бросила ее обратно на кровать. Что такое? Хордон напрягся. Подушка слишком тяжелая. Служанка дрожала всем телом и с ужасом смотрела то на хозяина, то на постель. Хордон сам взял подушку и понес в столовую. Подушка и в самом деле была тяжелой, словно набитой камнями. Без лишних слов Хордон взял нож и распорол подушку по всей длине и наволочку и наперник. Верхние перья легко разлетелись по столу, а под ними служанка, схватившись за голову, отчаянно закричала. Из перьев показался клейкий комок с мохнатыми лапами. Огромное насекомое, раздувшееся от крови. И маленький хоботок. Перьевой клещ. При укусе такого клеща выделяется обезболивающая жидкость. Вот почему Алисия не жаловалась на укусы. А клещ ежедневно высасывал из нее кровь. Настоящее пиршество было для него тогда, когда перестали трогать больную и ее постель. Этому клещу понадобилось пять суток, чтобы свести в могилу молодую женщину. Птичьи клещи, которые так любят прятаться в перьях и пить человеческую кровь. Реальность.